В этот день 4 августа родились Владимир Боровиковский художник, был увлечен не только советским портретом, особенно в конце жизни всерьез занялся иконописью. Василий Стасов – архитектор, автор Триумфальных ворот в Москве и Нарвских Триумфальных ворот в Петербурге. В этот день 1687 года взошла звезда знаменитого Ивана Мазепы. Он был избран Гетманом, главнокомандующим войска Запорожского. Когда к власти в России пришел государь Петр I, Мазепа стал, казалось, верной его упорой в Малороссии. Однако потом переметнулся к врагу России шведскому королю Карлу. 4 августа 1836 года в Московском Кремле был поставлен на пьедестал «Царь-Колокол». До того эта многотонная громадина целых 100 лет лежала в литейной яме. 4 августа 1783 года был подписан Георгиевский трактат, по которому восточная Грузия переходила под покровительство Российской империи. Целое море гор разделяют Россию и Грузию. И это первая давняя преграда между их союзом, союзом двух христианских царств. Со стороны России влезать в дела с Закавказским хребтом, куда не было даже нормальной дороги, всегда казалось крайне обременительно. Да еще между империей и Грузией жили горские племена. Опять проблема. Для Закавказских христиан дружить с Россией тоже был гигантским риском. Перцы и турки и помыслить не могли, чтобы у них под боком создавался такой союз. Именно поэтому путь к объединению двух стран и народов оказался просто залит кровью. Первые попытки сближения были предприняты еще при Петре I, когда он занимался подготовкой Большого персидского похода. Хотя кампания в целом удалась, его союзник Вахтанг VI только поплатился за этой короной. Перцы скинули его с трона в Картли и умирал грузинский царь уже в русской Астрахани. Не стало освобождением для грузин и победоносная русско-турецкая война 1768-1774 годов. Хотя царь Иракли посылал в Петербург послание с горячими пожеланиями Грузии перейти под покровительство России, но Екатерина II сочла это дело невыгодным и идея была забыта почти на 10 лет. Царь Иракли II происходил из рода Багратиони, того самого рода, который потом подарит России героя Бородинского сражения генерала Багратиона. Иракли был для Грузии примерно тем, кем для России выступил преподобный князь Дмитрий Нанской. Он пытался объединить грузинские княжества и избавить их от Ирана турецкого владычества. Была легенда, что когда молодому Ираклию, бывшему пленникам при дворе персидского шаха, приказали принять ислам, он ответил «Возможно, убийство мое, но невозможно растлить и изменить дух мой, поэтому не пытайся, а мусульманить меня». Продолжая свои попытки перейти под поколительство России, в начале 1780-х годов он вновь шлет предложение присоединения к Грузии. На этот раз Екатерина Великая увидела в этом смысл. Расширение на Кавказе стало одной из важных стратегических задач и она послала на переговоры Павла Потемкина, родственника своего великого сподвижника Григория Потемкина. С грузинской стороны в переговорах участвовали Иваны Багратион Мухранский и Игор Сыван Чавчавадзе, внучка которого Нино Чавчавадзе войдет в историю как супруга дипломата и писателя Александра Грибоедова. По договору Грузия, сохраняя внутреннюю автономию, отказывалась от самостоятельной внешней политики. Русская же императрица должна была лично выступить гарантом целостности Картли Кахетии. Грузинские князья и духовенство уравнивались в правах с русскими. Российская империя наконец начала строить знаменитую военно-грузинскую дорогу, вокруг которой росли крепости и укрепления, которая стала важнейшей транспортной артерией Кавказа. Однако уже в 1787 году российские войска были выведены с территории Грузии, а преимущество в регионе снова оказалось за Турцией. Историки до сих пор спорят, почему это произошло. А основные версии или царь Иракли начал вести переговоры о мире с Османской империей, что было нарушением договора, или Екатерина просто не хотела еще одной русско-турецкой войны. В итоге самую большую цену за этот разрыв заплатила Грузия. В 1795 году к Тбилиси подступила гигантское персидское войско. Армия Ираклия была разбита, Тбилиси снесен до основания, в неволю были уведены до 15 тысяч простых грузин. То, что не сделала Екатерина II, в итоге совершил ее сын Павел. В 1800 году он подписал манифест, по которому принимал вечное подданство царя и весь народ грузинский. Окончательное присоединение состоялось годом позже. Так наконец-то сблизились два берега Кавказских гор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова